Мы празднуем раз в год, каждое первое воскресенье августа празднуем День села. И вот эти люди, что собрались, они сегодня вышли, вы видите, даже не только с нашего села, не только с нашего района, даже с других районов собрались. И все вместе с нами отмечают этот праздник, потому что действительно интересно, выявляются сильные дети, юноши, даже взрослые нашего всего региона. И отрадно тут смотреть, вот на этих праздниках борются чемпионы Украины, вы знаете, вот это очень приятно видеть. Поэтому вот эти люди здесь, я вот уже как бы второй из СОЗов, шестой год, уже шесть лет подряд мы проводим этот праздник. Раньше эти праздники не проводились, к сожалению, но сегодня мы проводим каждый год, первое воскресенье августа, вот такой праздник, День основания нашего села. И сегодня нашему селу исполняется 189 лет. На следующий год будем праздновать 111-летие. 24 килограмма, вот передаю я микрофон судьям, они будут дальше вести борьбу. Так, внимание, начинаем вольную борьбу. На ковер вызывается 24 килограмма. Первый период выиграл Коваль. Спасибо, спасибо. Я думал, вы скажете... Как дела? Что такое? Ты сидишь там, что пришел бороться? Можно? Прежде всего я хочу от себя лично, от всех гостей, которые прибыли сегодня здесь, здесь много сегодня делегаций, поздравить вас с сегодняшним днем, пожелать добра, счастья, чтобы мы находили возможность поддерживать Александровку и Александровка Процветава. Добра, счастья, здоровья, всего-всего самого наилучшего. Дорогие наши жители Александровки, радуйтесь, веселитесь, помогайте друг другу, любите друг друга. И не забывайте о самом главном, что наше поколение должно сделать еще больше, чем сделали наши деды для нас здесь, в наших селах, в нашем Бессарабском крае. И сегодня как раз я присутствую, мы все вместе присутствуем на этих схватках этих молодых ребят. И наши традиции не только в борьбе, а в остальных, в художественной самодеятельности, в других видах спорта, они традиционно для нас. Я хочу пожелать всем борцам честной борьбы и пусть победит сильнейший. Особо хочу поприветствовать борцов Александровки, потому что не было ни одного соревнования уже даже на уровне Европы с тем, чтобы не присутствовали Александровцы. Поаплодируем борцам Александровки. Пользуюсь случаем, не буду называть их всех, я всех их знаю, они меня знают, знаю ваших тренеров, которые здесь присутствуют. Хочу пожелать преемственности, если сегодня один борется на чемпионате мира Европы, а второй готовится, чтобы через 3-4-5 лет опять и на протяжении столетий на мировых европейских, на первенстве Украины всегда было присутствие борцов с этого уголка, с села Александровка, Болградского района Одесской области. Еще раз примите искреннее поздравления, добра, счастья. Думаю, что сегодня мы имеем замечательное такое настроение приподнятое, имеем открытые лица, когда можем говорить друг другу правду, когда можем обещать и выполнять то, что на себя берем. Добра, счастья и с праздником села! Добра, счастья и села! Схватку на ту шерду играл Велик Сайли, Иван Александров. Аплодисменты Аплодисменты ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сватку на душе выиграл Папас Николай Александровка. Приготовить к категории 27 килограмм. Приготовить к категории 24 килограмм. Папа! 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 Папа Имею возможность сегодня принять участие в празднике Дня села, села Александровка Болградского района. Это село известное, прежде всего, что здесь территориально размещено святое место, Александровский женский монастырь. О нем знают не только у нас в области, но и за пределами. И вот здесь такое маленькое Гаговское село, которое сегодня отмечает свой день рождения. Я рад, что имею возможность совместно с жителями отмечать день рождения села. И завершение каждого такого мероприятия, такого Дня села, это большой борцовский турнир. Что для меня это очень важно, это воспоминания молодости, вот такая живая нить между прошлым, настоящим, я думаю, будущим. Пользуясь случаем, хочу сказать, что вот именно вот такие мероприятия, через спорт, через культуру, через образование, через национальные традиции, мы сохраним свой край, мы сохраним самобытность наших сел на Бессарабии. И сделаем все возможное, чтобы то, что передано нам, нашими прадедами, дедами, чтобы мы сохранили, передали своим детям и внукам. И пользуясь случаем, с праздником, дорогие Александровцы, добра, счастья, пусть Бог вас хранит. И те люди, которые наделены полномочиями, возможностями, наделены властными полномочиями, чтобы они оказывали вам ту практическую помощь, которая необходима в том числе и вашему селу. Знаете, наверное, если сделать анализ, я как человек, который немножко систематизирую и знаю вообще борьбу в Одесской области, скажу, что наибольшее количество выходцев с этого села, борцов, мастеров спорта международного класса, мастеров спорта, участников и победителей на чемпионате Европы. Кстати, девочка Георгиева недавно стала на молодежных соревнованиях чемпионом мира. Здесь плеяда ребят. Знаете, в школе борьбой занимаются 99%. И лучшие из лучших, как спортсмены, они уже проходят дальнейшую подготовку, как в Одессе в школе-интернат, который расположен на Слободке, там они в школе занимаются, тренируются на Михайловской, так и специализированная школа-интернат, которая находится в селе Каменка Измельского района. Кстати, тренерский состав Георгий Харлампирович Ебанжи, он как раз выходит с этого села. Так что успехов очень много, и их будет еще больше, я в этом уверен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...